так ребята приветствую вас на моем канале речной хищник мне постоянно приходит много вопросов по поводу какие ты используешь приманки а какой у тебя спиннинг какая катушка и так далее по этому поводу я решил снять короткое видео обзор на своих приманок своих снастей вообще в принципе того что у меня лежит в рюкзаке вот начнем с того что рыбалка на спиннинг это рыбалка походная когда вы передвигаетесь по берегу ищите какие-то перспективные места рыбу подбирайте ключик в общем постоянно в движении и очень важно чтобы вам было комфортно передвигаться чтобы у вас был минимум каких-то вещей и они вам не доставляли дискомфорта вот друзья ну начнем с самого начала вот рюкзак мой рюкзак это вот такой вот он небольшой но в то же время когда ты то есть он небольшой но он вместительный вот друзья это вот такой вот рюкзак его покупал своему сыну в магазине страйкбола фирма называется милитек вообще рюкзак реально неубиваемый рюкзак потом друзья мой подсак с которого вы постоянно меня троллите что там какие-то провода это не провода друзья это вот такой вот тросик который допустим не дает подсаку если он упал у меня он не уплывет по течению он вот на этом тросике тут есть вот такой вот магнитик и карабинчик карабинчики я прикрепляю к рюкзаку сбоку с левой стороны и все надо мне поймать рыбку я его тут магнитик я его отчелкнул рыбу поймал обратно прикрепил все он у меня вот так вот сбоку висит мне не мешает я хожу занимаюсь своими делами вот такой вот сачок друзья вот он тряпчаный но прорезиненный кстати по поводу того что вы не постоянно говорите почему ты берешь руками рыбу друзья как у фореля есть такой прикол когда она попадает в сачок она начинает крутиться очень и она крючок цепляется за материю она крутится и просто выворачивает челюсть она может сама себя травмировать поэтому если есть такая возможность я стараюсь рыбу брать руками при этом надо руку смочить в воду окунул просто руку и бери спокойно форель я вас уверяю ничего с ней не случится так поехали дальше друзья моя палочка в принципе я вам уже за нее рассказывал но тех кто еще не слышал это вот такая от от фирмы с про троуд мастер пульт контроль 207 л 0 5-4 грамма 207 в длину очень легкая очень удобная палка вот она четко у тебя в руку ложится у меня рука большая ладошка но она поверьте очень удобно вот я положил его ручку пальчик поставил она очень легкой удобно очень анимировать у нее есть небольшой запас прочности поверьте я на нее вытаскивал двух килограммовых форелей головлей она спокойно справляется классно я раньше думал что это такое себе знаете спро но потом вот это именно палка и мне меня заставило поменять мнение о фирме спро она кстати стоит в районе 100 евро вот такая вот палочка друзья катушка шимана сахара есть много вариантов всяких дороже и дешевле почему именно сахара потому что она мне более чем остальные понравилось по качеству она работяга две с половиной тысячи шпуля стоит в районе 60 евро по моему точно не помню классно рабочая катушка вы плюс сама сам вид внешне мне тоже зашел вот такая вот катушка друзья еще очень важно иметь с собой вот такой вот момент отцеплять крючки потом вот такие вот вот такие вот плоскогубцы и тут куча всяких разных вилок ножек пилок всякой штучки шила в общем все что же надо вот такие вот тоже на всякий случай валяются у меня потом флюрокарбон поводковый материал вот такой вот от фирмы гуру пуре 018 018 миллиметров вот такой вот флюрик кому интересно я использую так поехали дальше потом у меня лежит вот такая вот бар сеточка карабинчики вильтру вертюшки разные диаметры флюрокарбона запасной шнур крючки ну в общем все что нужно всякие вот эти мелочи у меня вот в этой бар сеточки так друзья я сам не сторонник ну как-то вот не сложилось у меня ловить на силикон форель или того же головля но тем не менее у меня есть вот это вот коробочка и тут у меня минимум на каких-то силиконовых приманок в основном этот сек и кайтэч вот допустим такие кракозябры такие вот рачки вот такие вот рачки вот какие-то вот такие вот твистерки вот такого вот кайтэйта кайтэчевский свинг импакт в общем но именно по форели которые больше всего мне нравится это что я использую это вот такой вот фетик от фирмы цек на 0 5 на 5 граммах вольфрамовой головки я использую допустим если есть какие-то ямы и мне надо точечно обломить обловить эту яму вот я использую вот этот вот в основном вибро твистер вот эту вот приманку вот такая вот и вообще на мой взгляд фирма цек по силикону в данный момент это вообще номер один так с этим разобрались друзья ну и наконец ваблера это такая тема у меня их много я вам покажу только самые мои рабочие ваблера друзья лично мой номер один вот для меня это пропаловский ваблера каундаун элит 55 это вот такие вот ваблер очки вот такие вот вы уже всех неоднократно видели это вообще бойцы на них уже он крючков нету они у меня есть тоже во всевозможных окрасках еще раз каундаун элит 55 от rapala вот они тонущие кстати этот ваблер он в основном для равномерной проводки но я его веду как бы равномерной проводкой и небольшими такими подергиваниями это не твичом а именно вот дергаю и он при проводке просто вот я веду я его когда дергаю он просто чуть-чуть знаете вот вот так вот сбоку на бок виляет у него нету вот этих знаешь хаотичных рывков как при твичи а просто вот дергнул он хоп-хоп он заваливается знаете и этим самым провоцирует очень хорошо рыбу поставлю вот такой же самый фандал любит 55 и вот такой вот окраска посмотрите сразу только поменял сколько раз там закинул несколько раз только поменял в облажь сразу поклёвка нехорошая рыба вот почему они любят ребята смотрите какая красота просто красота у него есть брат shadow rap solid shot вот такой вот пятидесятый пять сантиметров вот такой тоже тонущий от rapala вот такой вот воблер вот именно этот воблер миноха твичинговая тоже он тонущий при рывках именно делает то что надо тоже есть него во всевозможных окрасках очень крутой воблер тоже класс поехали дальше друзья еще мой хороший рабочий воблер вот такой вот малыш от фирмы или к сожалению не помню название но он очень хорошо работает и вот кстати на последний море рыбалки в швейцарии и я на него поймал головля было очень пару достойных сходов кстати то почему я его редко использую потому что тут маленькие крючки и и при рывке сильной рыбы они просто за счет самого размера крючка маленького рыба делает рывок он просто у нее вылетает с пасти вот а если поменяю на более крупные уже не будет той игры но воблер крутой вот илекс так ребята недавно мое открытие fat rap от rapala вот такой вот маленький воблерок это крэнк тонущий вот такой вот с оранжевой точкой атаки очень крутой в этом видео был момент когда я одно место обловил двумя или тремя воблерами ничего только поставил вот этот сразу с первого заброса на первой секунде атака вот такой вот классный воблер очень хорошо кстати держит струю так блин пацаны забыл включить камеру ё-моё смотрите какая рыба смотрите на новый воблер сейчас покажу воблер ребята вот он воблер вот такой вот рапаловский не помню как называется крутой воблер только закину я тут два прокидал воблера нифига этот только закинул моментально атака друзья салма полукрэнк полувоблер не помню название не очень хорошо он стабили не очень стабилен на струе но на него очень хорошо реагирует рыба крупная допустим форель его вообще очень круто хватает вот такой вот воблер вот вот в вот вот Это красиво, спокойное движение, а мы его заводим сразу, у нас она какое-то время прошлась, и катаемся в сторону. И вот, что с матча будет на борту, ребята. Просто не поверите. Ребята, есть. Я ее взял. Я ее взял. Так, ребята, сработал вот такой вот воблер от фирмы Salmo. Такой полукрэнк-полувоблер. Поверхность, наверное, до полуметра ныряет с высокой амплитудой игры. Взял вот такой вот трофей. Это, наверное, одна из моих самых больших форелей, которых я ловил. Тоже очень мои любимые воблера. Это вот такие вот кренки от фирмы Inlex. Вот такие вот. Они тоже в разных окрасках. Вот такие вот кренки. Очень круто работают по головлю, по форели. Но минус, что я их не могу везде использовать за счет своей лопатки. Они ныряют очень глубоко. То есть метр, даже там метр двадцать. И они везде, мало где я могу их использовать. Но где могу, если есть какой-то приямок, то уж поверьте, они очень, они сто процентов ловят рыбу. Вот, рекомендую. Вот такой вот кренк от фирмы Inlex. Так, поехали дальше. Друзья, ну, естественно, вертушки. Тут ничего выдумывать. Maps, второй номер. Вот такая вот вертушечка. Работает безотказно, стабильно всегда. Так. Друзья, старший брат Countdown Elite 75. Это вот, как я вам показывал, 55. Просто чуть побольше размером. Если я вижу крупную рыбу, я ставлю вот эти вот воблера. И, кстати, сразу тоже пока не забыл. Очень важно на такой рыбалке иметь очки с поляризационным покрытием для того, чтобы вы могли видеть рыбу под водой. Допустим, вы ведете воблер, увидели, что его преследует рыба, приостановили или, наоборот, подтвичили, подергали. То есть, очень важно на форелевой рыбалке иметь очки. Так, поехали дальше. Друзья, тоже один из моих любимых воблеров. Это вот такой вот Shot Minnow. Shot Minnow 65 от Illyx. Тоже во всевозможных окрасках. Он у меня есть. На этой, кстати, рыбалке у меня одна форель крупная сорвалась с моим воблером. И, к сожалению, я думаю, что она, наверное, 95% погибнет. Жалко рыбу, и воблер тоже жалко. Они не дешевые. Вот, вот такие вот воблерки. Тоже это мои, вообще, очень любимые воблера. Так, обычно по ним идет рыба. Оп! Есть! Только, кстати, еще не выходит. И, слышно, у него форелька с жаром. Какая она. Это просто сначка. Ребята, скриншоты на заставку. Ты лайк не забудь. Вот такие вот крэнки от фирмы GECO. На которые, кстати, вот на этот воблер, на этот крэнк я очень здорово в Швейцарии отловился по головлю. Это плавающие воблера. Вот такие крэнки. Я их использую тоже довольно редко. В ситуации, допустим, где мне неудобно сделать заброс, ветки нависают и так далее. Вот не могу я сделать в данном месте заброс. И я кидаю этот воблер. Даю ему возможность сплавиться по течению до нужной точки. И начинаю делать проводку. Вот такой вот. Потом, друзья, вот такой вот крэнк от фирмы CECO. Ну, его я пока еще не подружиться с ним не разловил. Вот такой вот крэнк. Друзья, вот, в принципе, все мои воблера. Я вам показал те, которые я чаще всего использую. Которые у меня работают и которые я могу 100% порекомендовать. Вот на эти воблера я стабильно ловлю рыбу. Друзья, собственно, и все, что я хотел рассказать, это то, что лежит у меня в рюкзаке. На самом деле, это вообще немного вещей, которые есть. Да, кстати, друзья, я с собой еще беру вот такую вот сумочку. Помимо рюкзака, который у вас висит на спине, вы же не будете постоянно в него лазить, менять приманку. Обычная, любая такая вот сумка или напоясная сумка. Тут у меня лежит две коробки с воблерами. Эти бокорезики, вот эта штука. Кстати, напишите, как она называется, друзья, не знаю. Вот. Все, я ее повесил, они у меня лежат, надо поменять. Открыл, достал, поменял. Все, сумку назад, пошел дальше. Друзья, рыбалка на спиннинг должна быть максимально комфортной, удобной. И ничего вас не должно обременять, заставлять дискомфорт. Вы должны просто идти по берегу ловить рыбу и получать удовольствие. Вот и все. Так, ребята, очень всех прошу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Для меня это очень важно, ведь это продвигает мое видео вперед и, собственно, стимулирует меня дальше развиваться. Ребята, и по поводу рыбалки с гидом во Франции, пишите. Ссылка в описании канала. Сделаю вам незабываемую рыбалку, повезу на свои суперские места. В общем, кто хочет порыбачить, но при этом, допустим, не знает, как это сделать, на что, где, как купить рыболовную карту и так далее. Просто пишите или звоните, я все возьму на себя. Вы просто листаете монету и я вас везу на рыбалку. Так, ничего не забыл, вроде бы. Все, друзья, на этом все. Люблю вас, всех обнимаю. Вот так вот. Увидимся в следующем видео.